Вот такое у нас сегодня утро, тихое, уже почти зимнее и туман. Но сейчас уже не так видно, конечно, на камеру, но вот туман, туман у нас. Уже похолодало очень, вот здесь видно, видите, туман, ничего не видно. Похолодало у нас очень. День, все, зима, зима, дети уже говорят, мама, давай дом украшать к Новому году, наверное, на следующей неделе будем все украшать. Сегодня я занимаюсь домашними делами, скоро начну готовить обед, сначала надо в магазин сходить кое-что купить, ну а потом, как управлюсь, буду вязать. Я сегодня готовлю обед, на обед у меня борщ, я уже борщ приготовила, он стоит сейчас, напаривается, но я не могу открыть сейчас крышку, она еще под вакуумом. Потом открою, покажу, как все вкусно и красиво получилось. Так, на второе я готовлю сейчас гарнир, гарнир у меня будет тушеная капуста, мы ездили в русский магазин, я огромных два вилка капусты купила, посолила с одного вилка, вот второй остался на борщ, и вот сейчас хочу потушить. Ну и салат, конечно, кушаем. Значит, как тушу капусту, здесь у меня масло подсолнечное, вот я включила плиту, и сейчас посолила немножечко, так чуть-чуть помяла, но не сильно. И капусту, когда я резала, я ее тоже не слишком мелко резала, не так как на салат, чуть-чуть покрупнее, ну вот как на борщ приблизительно. Теперь у меня капуста будет тушиться, здесь в отдельной сковородке я делаю поджарку, у меня здесь лук, у меня здесь морковь, болгарский перец и помидоры. Все это хорошенько протушится, добавлю сюда еще томатный сок, естественно, соль, перец, все специи, и вот здесь у меня еще полстакана риса я поставила варить, да, полстакана риса и стакан воды. Все это сварится, это все приготовится, капуста протушится, все вместе это перемешаю, залью, там попробую, может быть еще добавить надо будет томата, каких-то специй и все. Мы так всегда готовили раньше в Краснодаре на Кубани, вот, и мама всегда еще добавляет, вот когда готовит такое блюдо, она называет их ленивые голубцы, она всегда добавляет сюда в поджарку немножко фарша, и потом все это перемешивает и получается, говорит, голубцы ленивые. Но, так как у меня в духовке стоит мясо, я делаю индейку, поэтому у меня сегодня будет без фарша, просто тушеная капуста, вот, ну и потом покажу вам, как у меня все это получится. Я залила бульоном, это у меня вот ножки такие индейки, пляшечки, здесь у меня лук, помидоры, селерей и морковь, все это будет вместе тушиться, потом, естественно, я отделю мясо, когда будет готовое, бульон сделаю, добавлю все специи, все вам покажу. Капуста у меня тушится, ой, прям в камеру, я уже убавила огонь, все, добавила немножечко зелени, и здесь у меня тоже поджарочка почти готова, еще немножко, буду потом все смешивать и добавлю томатный сок. Рис у меня, рис у меня тоже сварился, он не совсем готовый, так чуть-чуть, как бы, да, потому что еще потом будет вместе с капустой, соответственно, и с поджаркой еще поджариваться, поэтому он слегка-слегка такой, как бы, недоваренный. Вот, в общем-то, и все, теперь мясо. Индейка готовится быстро, уже немножечко начинает мясо от костей отделяться, пусть еще чуть-чуть потушится, сейчас я переверну. И скоро тоже будет все готово. Вот я все перемешала, рис вместе с капустой, вместе с поджаркой, добавила сюда томата, у меня есть вот томатная паста, добавила ложку томатной пасты и добавила вот половинку томатного сока. Все хорошенько перемешала, посолила, теперь у меня это прям на минимальном огне, на минимальной температуре, все хорошенько я перемешала, еще где-то будет томиться минут 10. Потом в конце добавлю чеснок и все будет готово. У меня уже все готово и я теперь в последнюю очередь добавляю чеснок в моей чеснокодавке. У меня три зубчика, вот так выдавливаю сюда. Всегда это делаю в последний момент, чтобы получше аромат сохранился. Прямо так все пахнет замечательно. Зелень я уже добавила. И в последний раз, когда я показывала эту чеснокодавку и сказала, что она еще из России, я уже не помню даже сколько ей лет, вот, то я сказала, что давить мне можно чеснок и вот здесь сделано для ореха отверстие. Одна моя зрительница написала, Алена, а вы видели на краю здесь вот такая пимпочка? Это для того, чтобы из вишни выдавливать косточку, представляете, я даже не знала. Но теперь я знаю, кто из вас не знал, теперь вы тоже знаете. В общем, вот так. Так, теперь, что я делаю? Так, теперь, что я делаю? Все хорошо, ой, какой аромат стоит. Все хорошенечко я помешиваю, чтобы все это пропиталось запахом чеснока. И все, в общем-то, у меня все готово, я выключу. И теперь я, и теперь я займусь мясом. Мясо уже готово, я вот вытащила его из бульона. Уже практически все мясо вот от кости отделилось. Но бульона, именно самой жидкости, многовато. Поэтому я бульон немножко отолью. Потом те овощи, которые у меня здесь протушились, они очень мягкие. Я просто пропюрирую их блендером. И добавлю вот такой соус. У меня есть такой специальный соус для мяса именно. Добавлю, ну, естественно, попробую все. Потом сделаю мясо, отделю от кости кусочками. Положу все это сюда, снова в этот соус. И еще на несколько минут отправлю это в духовку. Отделила мясо от костей. Вот мясо индейки, конечно, очень нежное и вкусное. Но вот недостаток то, что очень-очень много костей. Вот столько у меня мяса получилось. Соус у меня полностью уже растворился весь. Добавляю теперь мясо в соус. И ставлю в духовку буквально на несколько минут. Ну, а так как дети тушеную капусту есть не будут, я знаю, ну, Регина, может, еще поест, Домник точно есть не будет. Я решила приготовить картофельный салат. Я заранее отварила картофель, вынесла на террасу, он у меня уже практически остыл. И буду делать картофельный салат. Еще сюда у меня будут лук и соленые огурцы. Открыть. И вот так это все вкусно и аппетитно выглядит. Я всегда еще в борщ добавляю кусочек копченого сала для запаха. Вот. И я готовила сегодня борщ. У меня ребрышко свиное. Вот надо выловить и отделить от кости мясо. Вот такой вкусный борщ. Ну, здесь, соответственно, тоже все готово. И мясо тоже уже готово. Мясо я тоже достала уже из духовки. Все у меня приготовилось. Накрыла крышкой, чтобы оставалось теплой. Робби еще с работы не пришел. И вы, кстати, спрашивали меня в прошлый раз за вот эту вот, скажем так, кастрюльку, которую я приготовила. Так как она из пластика, можно ли ее ставить в духовку? Да, эта кастрюля выдерживает до 260 градусов в духовке. И вы, кстати, меня спросили, что это за фирма. Вот я не знаю, на крышке будет ли вам видно. Вот написано. Туповары. Вот. Мне очень нравится посуда от этой фирмы. Очень хорошие такие и судочки, и вот это вот. Это вот мне, кстати, мама подарила на день рождения. Обалденная, классная штука. Ну вот. Туповары и АМЦ всегда меня выручают. Готов. Я порезала лук сюда, порезала огурцы, добавила 2 столовые ложки уксуса, 2,5 ложки масла, добавила соль, добавила перец. Добавляю в картофельный салат буквально полстакана бульона, но не горячего, а такого слегка теплого. То есть сначала наливаю горячую воду, разбавляю, все хорошо, и потом доливаю немножко холодно. И еще добавляю майонез, но это, конечно, все по вкусу не обязательно. Перец. Сейчас буду все перемешивать. Очень часто мы также делаем картофельный салат со свежими огурцами, тоже очень вкусно. Со свежими помидорами, тоже очень вкусно. Руби иногда добавляет редиску, а вот моя соседка знакомая, она еще поджаривает кусочки копченого сала слегка и добавляет копченое сало. Тоже очень вкусно. Всем приятного аппетита. Готовлю детям десерт. Вот порезала один киви, половинку сюда, половинку сюда. Регина сейчас будет чистить мандарины. Давай, Регина, чисть. Еще будет банан, виноград. Как они называются? Как их зовут? Как их зовут? Как их зовут? Виноград. И вот это я точно не знаю на русском, как их зовут. Ягодки какие-то. Гайдюберы, галберы, синее ягодки. Голубика, черни... Нет, это не черника. Голубика, наверное. Ну, в общем, кто знает, напишите, пожалуйста. Я забыла. Блубери. Значит, голубик. Голубика, тут песенки поет. Да, Региночка? Угу. Нет. Говори, говори. Не туда. Мандерин бросила в раковину. Нормально, да? Нормально, да. У меня рождественная кофточка домашняя одета, она моя любимая. Я ее тоже летом ношу. Рождественская. Я обожаю. Обожаю. Рождественская. Я обожаю слово обожаю, да? Да, и Санта-Клаус, и все такое, елочки, и шнэйман, снеговички. Снеговички, да. Ну, нормально, я туда кинул. Ушчемятся это, мандерин. Я просто слышу такой звук водички, так плюк, что-то упало. Не поняла. Ну, правильно, продукты переводишь, да? Да. Так, теперь десерт почти готов. Помыла ягодки, Регинка почистила мандарины, банан здесь, киви, виноград. Я также порезала сюда. И теперь вот добавлю ванильное мороженое. Вот такое большое у нас. Мы покупаем ванильное мороженое. Диетическое. Да, диетическое очень такая формочка, да? Вот. Ну, Доминик захотел без мороженого, а мы с мороженым. А еще я покажу, что еще я делаю, когда я... Чем я заправляю десерт? Он хочет с мороженым, а Регина, наоборот, хочет без мороженого. В общем, этих детей не поймешь. Итак, значит, заправляю десерт. Чем? Отрезала немножко лимона. Ну, так, сок лимона чуть-чуть сюда. И у меня вот пол апельсина. Я сейчас вот сюда выдавлю сок, вот этого половинку апельсина, полью сверху. И также медом. В прошлый раз я вот еще сыпала орешками, можно изюм. То есть здесь все по вкусу. Можно добавить любые фрукты. Потом заправить любым соком или лимона, или апельсина. Сверху мед и все, что пожелаете. Можно, вот, например, как мы добавляем мороженое. Взять также замороженные какие-то фрукты. Но, естественно, надо их разморозить, да, подождать, чтобы они разморозились. Там малину или клубничку можно тоже добавить. С йогуртом также можно? Можно также вот йогурт, например, да. Или, к примеру, можно полить каким-то соусом. Есть шоколадные соусы, есть ванильные соусы. Курейный соус. В общем, кто как любит. Итак, я поливаю немножечко соком апельсина. Вот так вот сверху. Все, теперь мед. Регенка мне помогает. Теперь мед сверху. И сверху мороженое. Давай ложечку. Значит, тебе без мороженого, да? Мне без мороженого. А я ничего, можно орешки туда? Орешки можно, конечно. Так, орешки. Орешки, лайнзамен, может быть. Или есть у нас лайнзамен или чайзамен? Игалюки. Так, вот у меня молодые орешки. Орешки. Доминик, тебе орешки добавить? Нет. Хорошо, значит, это с орешками для Орегины, но без мороженого. А Доминику без орехов, но с мороженым. Вот так. Раз мороженку. И два мороженку. Все. Десерт готов. Всем приятного аппетита.